Печальному жизнелюбу Вот все, что мы услышали, его старые, новые, остроумные и ироничные гарики, они о прежнем, о евреях, о вине и политиках, женщинах и старости, в общем о жизни и что может быть актуальнее. Вот сишок написан с Некрасовым. Ведь любой от восторга дурея сам упал бы в кольцо твоих рук. Что ж ты жадно глядишь на еврея в стороне от веселых подруг? Вот еще с Некрасовым. Он даму держал на коленях и тяжко дышалось ему. Есть женщины в русских селениях, не по плечу одному. Любил я книги, выпивку и женщин. И большего у Бога не просил. Теперь азарт мой возраст уменьшен. Теперь же на книге нету сил. Я хранящий облик достойный, но душевное выцвел уже. Испарился мой дух беспокойный и увяли мои фаберже. Игорь Миронович, вы уже сколько я помню лет 20 очень иронично бравируете своим возрастом и всякими проблемами. А я вот хотела спросить, а как оно на самом-то деле? На самом-то деле, да? На самом деле ничего хорошего. 85 лет. Это чудовищный возраст совершенно. Очень чувствуется он, особенно вечером. Нет, особенно утром, я хотел сказать. Вечером как раз легче, потому что выпиваешь немножко. Ну, в общем, что, ну старость есть старость. Я дряхлостью нисколько не смущен. И часто в алкогольном пураже я бегаю за девками еще. Но только очень медленно уже. Хватает на бутыль и на еду, но нету на оплату нежных дам. И если я какую в долг найду, то честно с первой пенсии отдам. Но осталась старость и зима. И дряхло все до одного. И те, кто выжил из ума, и те, кто прожил без него. Со старость не валяйся я ничком, а радость я несу себе и людям. Вот сядем со знакомым старичком и свежие анализы обсудим. Так что старость – это очень нехорошо и трудно. И жить это время достойно, очень тяжело. Я стараюсь. Пьем на равных. В результате, как на слаженном концерте. Слабый духом спит в салате, сильный духом спит в десерте. Любая мне мила покойка, душе дарящая полет. Я выпил в жизни этой столько, что не любой переплывет. Душа у женщин легка, но лично склонна к укоризне. То нету в жизни мужика, то есть мужик, но нету жизни. Того, что будет с нами впредь, уже сейчас легко достигнуть. Мне, чтобы утром умереть, вполне достаточно подпрыгнуть. А как пишется? По-прежнему? Пишется по-прежнему, да. Я написал уже 12-й дневник, да. Пишет, слава Богу, пока, да. Мы часто по телефону разговариваем с Юликом Кимом и выясняем, что сочинялка еще жива. По разным ездил я местам и понял я не без печали. Евреев любят только там, где их ни разу не встречали. Умеют евреи хранить свои секреты. Ответит любой, кого спросим, что атомной бомбы в Израиле нет. Но если придется, то сбросим. Еврей разумное создание. Но не могу ему простить, что практикует обрезание, где было бы лучше нарастить. Еврейский дух слезой просолен. Душа хронически болит. Еврей, который всем доволен, покойник или инвалид. Напрасно тебе дали холодные. Евреи клянут и ругают. Где русские песни народные, другие евреи слагают. Полность жизни мой жизненный вечер. Я живу ни о чем не скорбя. Здравствуй, старость. Я рад нашей встрече. Я ведь мог и не встретить тебя. А борода это для красоты и очень приятно трогать тебя. Спасибо. На свете жить с азартом так опасно, повсюду так рискованы пути, что понял я однажды очень ясно, живым из этой жизни не уйти. И спросит Бог, никем не ставший, зачем ты жил, что смех твой значит. Я утешал рабов уставших, отвечу я, и Бог заплачет. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok